Сразу после общегородского совещания мэр Ярославля Владимир Слепцов отправился на городские улицы. За Волгой он проверил дорогу на космонавтов. Отсюда постоянно поступают жалобы от местных жителей, которых беспокоит застой воды в дождливое время. Оказалось, что дорогу сделали качественно, а вот ливневки забыли. Сергей Курицын в этом убедился. В солнечный день о проблеме на улице космонавтов неместные жители даже не догадываются. Машины ездят по хорошему асфальту, пешеходы ходят по нормальному тротуару. Как только небо затягивает тучами, можно не сомневаться, здесь будет потоп. После ремонта этой улицы, на всей улице протяжения нет ни одного ливневого колодца. В воде некуда уходить. Это первый момент. Второй. Вот это сделана возвышенность. И когда после дождей, там вот видите осталась небольшая лужица, она остается здесь не пройти. Мэр Ярославля Владимир Слепцов лично убедился в правоте слов жалующихся, пройдя вдоль всей улицы. Космонавтов идет под уклон. Это видно невооруженным взглядом. Лежачие полицейские со своей функцией заставить снизить скорость, справляются на отлично. В то же время именно они становятся маленькими плотинами. В образовавшиеся лужи въезжает автомобиль и окатывает любого пешехода, собирающегося перейти дорогу. Новому асфальту скапливающаяся вода прочности также не добавляет. Решение здесь на сегодняшний день одно. Это увеличить расстояние между лежачим полицейским и бордюром. То есть лежачие полицейские обустроены таким образом, что они практически вплотную приближены к бордюру и запирают воду, которая стекает по уклонам, которые обустроены дорожниками. Поэтому сегодня дано поручение подрядчику, который выполнял данный вид работ, обустроить данные лотки. Перед тем, как начнутся работы, а они не самые масштабные, на улице космонавтов отработают грамотные геодезисты. Только после их расчетов подрядчик без вскрытия проезжей части приступит к обустройству лотков. Кроме того, примерно в середине улицы должен появиться дождеприемный колодец. Сергей Кулицын, Василий Мосин. Новости города.